Всем привет! Говорит GetFan! В этом видео я расскажу вам про управление авианосцем. Видео поможет вам разобраться с первыми шагами, хотя мне кажется, что тут все достаточно просто, но постоянно возникающие вопросы в личку и в комментариях заставляют усомниться в простоте, потому без лишних слов пошлите разбираться. После запуска боя вы должны понять, что в ваших руках управление кораблем и авиацией одновременно, и хоть боевой интерфейс у авиков не похож на другие классы, это не значит, что кораблем управлять тут не нужно вовсе. Переключение скоростей и включение циркуляции корабля тут так же, как на всех других классах, через клавиши V, S, A, D. Единственное отличие заключается в том, что для простоты управления тут задействована система управления из РТС-игр. То есть выбираете юнит и щелчком левой кнопки мыши, отправляете его туда, куда вам нужно. Выбор юнита выполняется через цифровые клавиши или через нажатие кнопки внизу экрана с миниатюры юнита. Быстрее и удобней через цифры, потому учитесь играть сразу, используя управление через цифры, потому как дальше с прокачкой юнитов станет только больше. Кстати, чтобы быстро перевести экран на интересующий вас юнит, достаточно щелкнуть дважды по его цифре или иконке. Чтобы нести кару на всю карту и видеть полную картину боя, используйте командирский планшет, включая его через клавишу M. В открывшейся карте вы также можете управлять своими юнитами. Единичное нажатие на квадрат проложит прямой маршрут до необходимого места для выбранного юнита. Если вы хотите проложить целый маршрут, то зажимая клавишу Shift расставьте несколько точек, после чего ваши юниты будут идти от точки к точке последовательно. Кстати, чтобы проложить безопасный маршрут для ударных самолетов, неплохо бы заранее давать разведку своими истребителями. Для формирования единого кулака и управлением всеми авиагруппами нужно, зажимая Shift, нажать поочередно клавиши эскадрильи, которых вы хотите выбрать, а потом дать одинаковый приказ или проложить один маршрут для всех выбранных авиагрупп. Альтернативный способ выбора нескольких эскадрильей — это выделение рамочкой. Зажимая левую клавишу мыши, растяните рамочку так, чтобы в нее попали те эскадрильи, что вам нужны. Начало автоатаки — дело простое. Выбранный эскадрильей нажмите на цель вашей атаки, и она автоматически зайдет на атаку и сбросит боеприпасы, после чего также автоматически вернется на авианосец. Однако для повышения результативности вы должны заходить на атаку правильно. Более подробно об этом я рассказывал в выпуске «У матросов нет вопросов» — хитрости игры на авианосцах. Рекомендую посмотреть это видео, потому как автоатака имеет минимальный шанс на успех. Единственное, на чем остановлюсь, так это на том, что истребители в ручной атаке имеют уникальное умение «Шквальный огонь». Когда я делал прошлое видео, этого умения не было, потому сейчас коротко скажу, зачем и почему его нужно использовать. В бою часто нужен мгновенный результат, который смог бы перевернуть сражение в вашу пользу. В этом случае, зажимая «Альт», выбирайте область ведения шквального огня. Все самолеты, попавшие в эту зону, во время пролетающих по дорожке самолетов, ведущих «Шквальный огонь», будут получать серьезный урон. Единственный минус умения в том, что так тратится боезапас, а значит возвращение на авианосец будет намного раньше. Также нужно знать, что это умение можно сбить, если напасть авиагруппой на самолеты, ведущие «Шквальный огонь», после чего завяжется докфайт. В общем, на атаке более останавливаться не буду, а перейду дальше по теме. Допустим, вы все сделали верно, но ваши самолеты остались в воздухе, потому как вы нечаянно сбили автоматическое возвращение на авик. Нажмите английскую F и отправьте самолеты вручную на подготовку к следующей атаке. После того, как они вернутся на авик, пойдет таймер, в конце которого вы вновь сможете поднять авиагруппу и продолжить вести бой. К слову, переподготовка группа с запуском таймера начнется также в тот момент, когда группа была полностью уничтожена. Потому если у вас есть еще много несбитых самолетов, а группа нужна прямо сейчас, нередко бывает полезным уничтожить один или два из оставшихся самолетов от ПВО, чтобы ускорить начало подготовки следующей группы. Так случится, если у вас на палубе еще остались самолеты. Если их не осталось, группа более не будет сформирована. Также стоит отметить, что кроме атаки на цель, есть и другие автоматические функции. К примеру, сопровождение корабля или другой группы. Если при выборе ударных самолетов вы нажмете на корабль союзника, то ваши самолеты будут летать вокруг него. Стоит использовать этот прием, если вы хотите под защитой ПВО корабля давать атаки. Но так как атака будет нескоро, можно закрепить самолеты и подождать сближения с противником. Однако, если же вы сделаете такое же сопровождение корабля или союзной авиагруппами вашими истребителями, то они будут не просто летать вслед или патрулировать воздушное пространство. Также они будут атаковать приближающиеся вражеские цели. Полезно оставлять так истребителей над ордером линкоров, на которые часто идут атаки. Так вы точно не пропустите атаку. Все это касается именно боевых ситуаций и советов. В порту же вы сможете выбрать необходимый и удобный для вас пресет авиации. То есть, выбирая модуль «Полетный контроль», вы будете использовать тот или иной пресет эскадрильи в бою. В описании модуля написано, сколько и каких групп в вашем распоряжении будет после установки этого модуля. Однако, модуля, влияющего на количество самолетов в группе, вы там не найдете, так как в игре есть уникальное отличие авиков в зависимости от наций. Сейчас у авиков США 6 самолетов в звене, а у японцев только 4. Это отличие серьезно влияет на тактику боя и на характер захода на атаку. Но об этом, я думаю, вы узнаете и сами, как только пробуете игру на Хо Сё и на Ленгли. На этом простом совете можно и закончить. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, моя работа была полезна вам. А теперь точно все. Пока-пока. Не болейте. Семи футов подкилем вам. Услышимся очень скоро в новых видео на моем канале. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки, подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного, потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я, выпуская контент практически каждый день, заскучать не получится. Субтитры сделал DimaTorzok